Существует такой набор плиток, конечное число типов плиток, конечное число цветов, то есть просто вот. На самом деле, если вычислить экономию, то как же осталось, что там вообще 11 типов плиток, ну и сколько-то цветов, я их могу сказать. Но зависть на него тоже не очень много цветов. Существует набор плиток с такими свойствами. Во-первых, им можно выложить плоскость. Вообще, в принципе, его можно использовать для выкладывания плоскости, но при этом плоскости. Понимается без краёв, бесконечно во все стороны. А второе утверждение, что любое замощение этим набором не имеет периода. Можно разработать совершенно конкретный набор плиток, вот его можно там заказать на фабрике, и после этого замазить, пожалуйста, вот там какой бы вас ни был, вы можете бесконечную плоскость им прекрасно замостить. Но организовать какой-то красивый периодический изол, где мы никакими силами ездят. У всех теоремов будет что-то такое нарушать. Вот такая теорема. Это называется теорема Бергера и Робинсона. Сначала я считал, что когда я когда-то начинал это исследовать, думали, что его не бывает. А потом вот, да, такой был математик Робинсон, у него был аспирант Бергер, и кажется ему, по-моему, Робинсон даже просил этого аспиранта доказать. А аспирант доказывал, доказывал и выяснилось, что все-таки это неправильно, и что набор такой бывает. Давайте рассмотрим то, что называется одномерную задачу. То есть представьте себе, что у нас мы выкладываем всего лишь один ряд плиток. То есть сверху и снизу никаких цветов вообще нет. Ну а и как бы, ну можно даже представить все-таки доминошки. Есть два цвета, там АВ, там, здесь какой-то С, там, АСА, там, АД. То есть мы выкладываем плитки в один ряд. Ну а утверждается что? Вот тогда, тогда действительно это верно. Что если в один ряд такой можно выложить, то его всегда можно выложить периодически. Вот такая вот есть теорема. Я думаю, что это существенно двумерное. В одномерном случае не так. Одномерный случай, когда нету верхнего и нижнего связи, есть только левое и правое, мы выкладываем не всю плоскость, а просто рядом. Может кто-нибудь объяснить, почему в одномерном случае это не так? Почему если есть какое-то замощение, то всегда есть периодическое замощение? Повторится же плитка когда-нибудь, какая-нибудь. Вот с нее и начнем. Кто-нибудь понял, что говорит Александр Васильевич? Да. Вы поняли? Хотя бы одна плитка должна повториться. Если плитка конечное число, а мы выложили весь ряд, то естественно, что какую-то плитку мы должны использовать дважды. Что где-то должна быть, ну скажем, не обязательно, какая-то, ну неизвестно какая, может быть там, а b, например, может больше не повторится. Но какая-то повторится, ну допустим, я не знаю, b, c. Потому что плитка конечное число, а в ряду бесконечно много. И что это нам даст? Повторим то, что было до недели. То есть тогда будет периодическое замощение. Откуда возьмется это периодическое замощение? Как надо сделать? Просто взять то, что между двумя плитками, которые повторились. Взять вот этот блок. От b, c до последнего вот этого. Ну который тоже будет кончаться b. И этот блок уже можно просто повторить, потому что у него слева и справа одно и то же. Ну что, понятно, что Коля говорит или непонятно? Можно даже немножко упростить это доказательство. Надо смотреть не на повторение плитки, а на повторение чего? Чего? Скажите громче. Цвета. Значит, нужно посмотреть, какие у нас цвета на этих границах. Цветов у нас тоже конечное число. Соответственно, какой-то цвет повторится. Не важно даже, горбок плитки тут и раз. Но главное, что будет какой-то цвет одинаковый в двух местах. Ну а если он одинаковый в двух местах, то ничего не мешает приложить этот блок, прикладывать уже к себе периодически. Научно можно сказать так, что если считать, что цвета это вершины графа, а плитки это ребра, то если в графе вообще есть бесконечный пункт, то всегда есть цикл, поэтому цикл можно ходить периодически. Мы вот такой решили, но не важно. Если непонятно, то и ладно. Если это понятно. Спасибо.